Сегодня в городе Казани состоялась и российская конференция физика низкотемпературной плазмы. Основным организатором конференции и школы молодых ученых и специалистов является Казанский федеральный университет. Проведение данной конференции в Казани способствовало взаимовыгодному обмену информацией между российскими учеными и специалистами, а также их коллегами из стран Европы, Америки и Азии. На мероприятии рассмотрели наиболее значимые результаты, достигнутые за последние годы в области исследований и применения низкотемпературной плазмы. Конференция это традиционно уже 21 конференция по физике низкотемпературной плазмы. Это является одной из основных конференций, которая проходила и проходит со времен Советского Союза у нас проходит в России. Это в общем-то проведение этой конференции в России говорит о признании плазмы, о признании ученых, которые занимаются физикой плазмы, как у нас, так и за рубежом. Потому что на этой конференции именно очень много представлено иностранных специалистов, которые вошли в оргкомитет. Поэтому я думаю, что результаты были хорошие, потому что даже при открытии конференции было отмечено, что именно Казань является и университет является передовым по некоторым пунктам по исследованию плазмы. И, соответственно, поэтому была выбрана Казань. В пленарных и устных секционных докладах был дан обзор современного состояния фундаментальных и прикладных исследований в области физики низкотемпературной плазмы. Рассмотрены новые подходы к исследованию взаимодействия плазмы с материалами различной физической природы. Казань вообще становится местом, куда стекаются самые лучшие умы для проведения конференций, международных конференций, съездов и так далее. Вот эта конференция является международной конференцией по физике плазмы. Вот сегодня мы встретили здесь многих людей не только из России, а из-за границы. Лучшие специалисты из Германии, из Америки, из Европы приехали сюда. И вот мы проведем эту неделю в дискуссиях, обсуждениях. Мы надеемся, что к концу мы получим новый импульс для развития этой науки как во всем мире, так и в России и в том числе и в этом замечательном федеральном университете.